Утро на Елисея Иди, занимайся, работай отважно, даже если на лбу стало влажно. Ты сибиряк, и тебе невдомёк, насколько силён может быть солнцепёк. Одеть лёгкую просторную одежду, желательно лён хлопок. Обязательно на голову одеть либо шляпу, либо панаму, либо там кепку, кому как удобно. Затем на солнцепёке находиться не более 20 минут. То есть 20 минут, даже если это ожидание у восстановки, то есть стоим, жарко, куда-то найти тень и отойти в тень. Если на пробежку пошли какие-то упражнения делать, и это жара, либо там на приусадебном участке заниматься грядками и огородом, то есть 20 минут и уходим в тень. А ещё лучше, то есть переждать вот этот пик жары с 11 до 4. Если потом ты почувствовал слабость, кожа лица покраснела на малость, в глазах внезапно потемнение, стало странным сердцебиение, то не волнуйся, в такой ситуации могут возникнуть галлюцинации. Товарищи, держите его! Это Сталин! Сталин украл мою шляпу! Стой, Сталин! Товарищи, держи его! Держи его! Это Сталин! Сталин украл мою шляпу! Стой, Сталин! Лежи, как лежишь, и помощь отринь, мокрую повесь с головы сдвинь. В тенёк не иди, вдруг полегчает, пусть подсознание ещё полетает. Лимонад с газом попей, сядь под солнце, зайчик, воду на себя не лей, ты же не растратчик? И ожогов этих солнечных тоже ты, дружок, не бойся. Из-за кремов замороченных, прошу, не беспокойся. Сметанку в борщик лучше кинешь, а в кожу мазать лишний кипиш. Сдирай с ожогов кожу мигом. Это релаксотерапия. Вот эту кожу снимать не надо. Потому что если снимаем эту кожу, то есть под вот этим вот, вот кожу сняли, там водичка эта вышла, а там новый эпидермис ещё не образовался. И поэтому там тогда будет рана. Поэтому не надо этого делать. Носите шляпу, и всё будет ок, вам говорит Роман Пастушок. Пейте воду, лучше без газов, вам говорит Артём Иванов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова